Шестой этап ралли-марафона Африка Эко Рейс открыл вторую половину гонки. Участники выехали из Биуака затемно, так как перед спецучастком их ждал 400-километровый Лиазон и прохождение границы между Марокко и Мавританией. В спортивном аспекте день приподнёс сразу несколько сюрпризов. Так, фаворит гонки Ив Фрамон столкнулся с серьёзными техническими проблемами. В итоге экипаж Багги был вынужден вернуться на асфальт после контрольного пункта, за что французы получили 3,5 часа пенализации. Это отбросило недавних лидеров сразу на 15-ю строчку общего зачёта. Зато на вторую позицию теперь вышли россияне. Алексей Титов и Дмитрий Павлов на Форде провели день, не совершив ошибок ни в навигации, ни в пилотировании. А вот первое место ожидаемо захватил Патрик Мартин. Но от наших соотечественников француз оторвался почти на 4 часа. Так что если его Мерседес не подкинет неисправностей, а экипаж не совершит критических ошибок, именно Мартин имеет наибольшие шансы на золото. У грузовиков ничего нового. Караван камеонов по-прежнему возглавляет бельгиец Игорь Бувенц на Ивека, понемногу увеличивая отрыв от преследователей. Главным соперником Бувенца продолжает оставаться экипаж Миклаша Ковача на Скании. Третье место сохраняет за собой бельгиец Ноэль Эсерс. Притом пилоту грузовика МАН нужно быть очень осторожным, так как венгер Карль Фазикаш за рулем Скании подобрался к нему неприлично близко. Грузовики команды ГАЗ Рейдспорт провели день достаточно уверенно. Борислав Левицкий и Станислав Долгов показали седьмое время на спецучастке, а Алексей Хлебов и Александр Лагута – восьмое. Впрочем, в общем зачете расклад не изменился. Россияне – одиннадцатые и тринадцатые соответственно.